Добрый день, дорогие друзья! С вами наша музыкальная творческая программа. Сегодня у нас в гостях очень интересный коллектив, которому уже 15 лет на этой земле. Ребята выпустили новый альбом и двигаются в творческом огромном океане этой музыки, творчество. Группа «Глаз» вопиющего прошу любить и жаловать. Чтобы долго мне не говорить, я предлагаю ребятам сразу начать с хорошей песни. Эта песня для меня и для всех вокруг, Эта песня про него, про твои мечты, Чтобы снова о любви вновь услышал ты Эту новую песню о его любви. Эту новую песню знаю, слышишь ты. Это песня для друзей, кто сегодня здесь, Они слышат, как и я, радостную весть. Они точно разнесут, ведь по городам В каждом доме будут петь то, о чем я сам. Эту новую песню о его любви Эту новую песню знаю, слышишь ты. Эту новую песню о его любви Эту новую песню знаю, слышишь ты. Эту новую песню о его любви Эту новую песню знаю, слышишь ты. Эту новую песню... Эту новую песню... Знаю, слышишь ты эту новую песню, а его любви эту новую песню, знаю, слышишь ты эту новую песню. Ага, это у нас была группа «Глаз выпиющего» с их песней, это новая песня, я думаю, так песня и называлась. Итак, «Глаз выпиющего» у нас сегодня здесь в программе, Леша, давайте представляйтесь сами, говорите. Я Алексей. Да, ну представь тогда команду. Это наш гитарист и аранжировщик, и записывает все наши песни, это Сергей Леднев. Это Евгений Геннадьевич, он басист в основном, но вот сегодня он у нас на акустической гитаре тоже хорошо справляется. А это наша наилучшая красивая половина, это «Миля». Ну не половина, чуть меньше там по проценту. Половина в клавишах, половина на стуле. У нас еще есть вообще барабанщик, но сегодня у нас акустик. Смотрите, у меня в руках, что это такое, объясняйте, «Глаз выпиющего». Видите, какая здесь партянка такая. Это вот такой диск, это новый диск совершенно. Да, да, да. Так, что здесь такое, говори. Для тех, кто слышит. Для тех, кто слышит. Потому что слушают многие, а слышат не все. А, ну это по жизни всегда тогда. Хорошо. Сколько лет писали альбом? О, мы начали его писать, как родились просто. Вот это все пропускаешь через собственное сердце, и потом оно выходит вот в таких вот меморах. Хорошо, хорошо. И кто явился инициатором? Песни, тексты, что там? Ну, я записываю, Господь дает, я записываю. Я всегда, я не приписываю. Ночами или по утрам? Как он тебе? А когда ночами, когда по утрам, тогда по дороге. Это хорошо, когда Бог дает что-то еще, да. Потому что некоторым ничего уже, как бы, не пробиться иногда бывает. Итак, группа «Глаз выпиющего». Вот здесь вот. Смотрите, какая будет следующая песня? А следующую, я думаю, песню мы споем с прошлого альбома. Хорошо. А что ж не спало? Чтобы не забыли. Давайте, хорошо. Итак, группа «Глаз выпиющего» с вами сегодня прямо лайв из нашей студии. Все, поем. «Глаз выпиящего» с вами сегодня. Спасибо. Это она стройная, умная, прекрасно одета и очень красивая. А говорили, она уже умерла. Это она в детстве играет в прятки, маме своей задает загадки. Кто? Это она. А это первый класс, дорога в школу, где все неизвестно, незнакомо, первые ее учителя. А это одноклассник, мальчик Дима, тот, кто равнодушно не проходит мимо. Диме очень нравится она. Она так любила мечтать, ей так хотелось любить. Она так мечтала счастливой стать, ей хотелось жить. А это летний теплый вечер, дискотека и новые встречи, первые сигареты и едкий дым. Первый поцелуй, разлука, слезы и начало с малой дозы. Первый и больной укол. Это она или просто похожа, грязная очень на фоне прохожих. Своё тело людям продаёт. Её издалека увидим, отчим признавать совсем не хочет. Ей так страшно, она скоро умрёт. Она не читала популярный рэп, она не фанатка крутого слога. Слишком рано попробовала кайф, она уходит раньше срока. Если уйдёт, уже не вернёшь, и в догонку ей не напишешь. И неизвестно, куда попадёт, и не знаешь, что ты услышишь. Это не она, она жива. Её спас Иисус Христос. Она прекрасна и чиста, и не нужно горьких слёз. Это не она, она живёт для того, чтобы любить. Она прекрасна и чиста, она будет вечно жить. Вечно жить. Это не она, она жива. Её спас Иисус Христос. Она прекрасна и чиста, и не нужно горьких слёз. Это не она, она живёт для того, чтобы любить. Она прекрасна и чиста, она будет вечно жить. Это не она, она жива. Её спас Иисус Христос. Она прекрасна и чиста, и не нужно горьких слёз. Это не она, она живёт для того, чтобы любить. Группа «Глаз вопиющего» со своими прекрасными песнями. Ребята, вот я опять возвращаюсь к этому вашему новому творению. Смотрю там по дизайну, по всему. Вообще, давайте немножко поговорим. Я знаю, что вы вложили большое, наверное, сюда энергию, творчество. Вложили финансовую какую-нибудь составляющую, да, там. Вложили, выложили. Вот давай, вот скажите, сколько обошёлся вам альбом? Ну, приблизительно вот. Ну, я думаю, что здесь не только всё финансами меряется, но я думаю, что более подробно Сергей, наверное, скажет. Нет, я просто хочу сказать про какую вещь. Вот, допустим, вот есть микрофон, вот ты в него поёшь. Этот микрофон стоит порядка 180 долларов. Вот этот, да, вот как, смотри. Вы записываете альбом, вот смотри, вы поёте песни, вам нужно выразить себя. То есть, ну, это технология всего мира, любого музыканта. Он приходит, ставится микрофон, и там это время сколько-то стоит. Вот в какой вы микрофон писались? Наш этот альбом был записан в нашей собственной маленькой студии, и для того, чтобы произвести этот альбом, пришлось купить дорогостоящую аппаратуру. То есть, микрофон, там, преампы, всякие другие дела. Ну, вот сколько микрофон стоит? К примеру, микрофон, в который пел Алексей, он стоит 5000 евро. 5000 евро? А какая марка, скажите, пожалуйста? Это AKG C12. AKG C12, музыканты, так, набирайте, набирайте. Так, а дальше, а преампчик был, наверное, к микрофону? И преампчик был. Какой был преампчик? Преампчик был Manly. Мэнли преампчик, и микрофончик АКГ, и Мэнли преампчик. А преампчик, наверное, стоил тоже порядка 4000 долларов. Все дорогое, то есть, все, чтобы хорошо звучать, нужно это хорошо оплачивать. Да, да, клавиши, звуки, мы хотим слушать классные, красивые клавиши, там, корк тритон, там, фазотрон, там, гитара у нас, вот, я смотрю, у тебя гитара гипсон написана. Да. То есть, это китайская, наверное, нет? Написи. Не китайская, потому что китайская не звучит иногда, иногда звучит. Вот, а эта гитара сколько стоит где-то? Она порядка 2000 долларов, я сразу скажу. Та порядка 1000 долларов, клавиши порядка больше 1000 долларов. То есть, музыка, она, так как время растет, все по телефону хотят разговаривать уже за 800, за 500 долларов, да? Никто не пользуется Nokia, которая за 20, Nokia 3120, там, за 20 долларов, правильно? То есть, мы хотим совершенствовать наши позиции и финансовые, и духовные. И духовные, и финансовые, правильно? Дело в том, что музыка, на самом деле, с каждым годом становится все лучше и лучше звучащая. Да. То есть, светская музыка, это везде в мире происходит, все звукозаписывающие компании друг между другом имеют такое соревнование, и мы с каждым годом смотрим, как это все меняется в лучшую сторону. То есть, и мы, когда хотели выпускать альбом, мы не хотим сделать плохо. И я всегда вспоминаю, вот как Давид, он для храма, он брал и особенно отделял инструменты из красного дерева. То есть, царь Давид, он делал на этом акцент. И он даже давал наставление этим левитам, кто как поет, каким голосом, где вступает. И отношение к музыке было очень качественного звука, очень было такое, высокое. И я считаю, что если мы будем производить низкосортный продукт, он просто не будет пользоваться спросом нигде. И мы, в свою очередь, мы поставили задачу, что мы не считали, сколько денег мы тратим на альбом, мы хотели сделать по максимуму хорошо, так как мы только это в наших силах. Вот, и, конечно, это стоит дорого, и без этого никуда не денешься, потому что за все отвечают деньги. За все отвечают. Ну, за какую-то часть жизни здесь отвечают деньги. Хорошо, они за воздух не отвечают. И вот как раз в музыкальной вот этой сфере, то есть, то, что касается музыкальных инструментов, аппаратуры, есть такой принцип, что ты получаешь то, за что ты платишь. И не бывает, что какая-то дешевая вещь, она будет круто звучать. Нет, как я понимаю, у вас направленность связана, все тексты, весь альбом и все ваше творчество, она пронизана верой в Бога. Правильно? Вот я хочу сказать телезрителям, что группа «Голослепиющего» — это та группа, которая очень участвует обильно в общественной жизни, допустим, города Питера, и вообще неравнодушна к проблемам наркомании, я знаю, в репцентре, акции против наркотиков какие-то. Это все время было там «Поезд будущего», вот это таксы, куда мы вместе, кстати, ездили. Вот, и мы как раз хотим поднять вот эту тему, что музыка — очень важная составляющая в жизни вообще семьи, дома, квартиры. Когда ты приходишь в квартиру, и у тебя уже льется музыка, уже есть как бы фемиам какой-то, то это уже часть жизни. Вот, а музыка сейчас, она является много-долгооплачиваемой такой системой, как бы, да, за которую надо платить. А вот давайте я сейчас сразу, как бы, рекламная пауза, и потом вы поете песню. А где можно приобрести вот этот альбом группы «Голослепиющего» для тех, кто слышит и кто хочет платить? Кто хочет купить этот альбом? У нас есть официальный сайт «glasespb.ru», и там есть магазин. Вот здесь на альбоме, ну, мы пустим там строкой, может быть, значит, «glasespb.ru», английскими буковками, все. Итак, группа «Голослепиющего», мы немножко поговорили о финансовой составляющей, современной музыке и как записать альбом хорошим качеством. И это дело, могу сказать, очень дорогостоящее, тем более его напечатать в таком вот диджипаке. Итак, песня, ребята, давайте. А сейчас бесплатно. Дремлет гроза, льет дождик с крыш, Спустилась ночь, и ты не спишь, Так надоед, дома тишь, И ты не знаешь, где малыш. Кто жил в тебе немного дней И был убит, а жизнь длинней. А если б жив малыш был твой, Сказал бы, мама, что с тобой? А дождь сильнее льет и льет, Никак забыться не дает. Так быстро тикают часы, Грехи слагая на весы, Себя не можешь ты простить, И не уйти, и не забыть, И не подняться, чтоб понять, Как дальше жить, куда бежать. Субтитры субтитры подогнал «Смей» Продолжение следует... По той дороге от креста Все будет с чистого листа Ты не смотри, что жизнь трудна Ты в этом мире не одна Наступит утро, ночь пройдет Ведь сердце ищет и перец ждет Спустилась ночь под ножник с крыш А на руках твоих, малыш И пусть на улице гроза Он смотрит в мамины глаза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа Глаз Упьющего сегодня с нами радует своими песнями И в руках у меня как раз их новый альбом Для тех, кто слышит А мы здесь все прекрасно слышим Вот, у нас иногда, кстати, не слышат операторы у камер Вот, но мы все слышим Вот, и значит, я хотел сказать вот что Ну, это проблема наушников уже Хотел вот поговорить о какой вещи Давайте поговорим об инфлюенции Вот, какая музыка сейчас вас радует Я знаю, что музыка вот в детстве нравится там Ну, типа там От улыбки Тара-та-ра-та-та Вот, а потом мы вырастаем И нам там нравились какие-то другие гимны Потом мы приходим в церковь Там еще, допустим Я знаю, потому что вы входите в церковь И там в церкви звучит определенная музыка И вы там играете, допустим, помогаете Вот, а какая вот сейчас инфлюенция Что-то вас вообще торкает Я вот так, с такой фразой скажу Что-то вас, ну вот Друга встречаю позавчера Мы были, он говорит Представляешь, скачал себе такую вот подборку групп Иду в очках по улице Специально в очках И плачу Очки одеваю, чтобы люди не видели Вот, я плачу просто Говорит, такая музыка красивая Меня прямо туда, внутрь, в сердце Говорит, просто такие разливы Что-то было у вас такое? Ну, вот знаешь, я скажу с самого детства На самом деле вообще Никогда не было какой-то привязанности К конкретной группе Или какому-то течению Или направлению Просто есть такие песни Которые чувствуются, что они написаны Вот изнутри вот так Человек вывернулся наизнанку И вот он хочет докричаться, сказать И вот это вот торкает на самом деле А вот можно такой вопрос? А с какой вот песни ты первый раз заплакал? Ты помнишь? Нет Хорошо, а ты помнишь? Было такие как бы вот? Наверное, такая военная песня И журавли Журавли Мне кажется Порою Что солдаты С военных не... Ну, а у тебя, Жень? Ну, я помню, что меня первая песня Водушевила «Тихая ночь» А «Тихая ночь» Марк Бернес, да? Да, 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 я помню Я еще ходил в детский сад Видите, мы дети Мы дети той вселенной Серега, а у тебя Темная ночь Только пули свистят по степи Это мы по 9 мая Надо будет нам снять такую программу Серега, у тебя Если честно, с детства Говорят там От улыбки «Солнечное одно» Я в третьем классе Сюзи-кватор слушал А, ну да То есть, это так мне вот Почему-то включил телевизор Во время, когда Советский Союз там был И раз Да, но Сюзи-кватор это вообще Да Да, и вот я и музыкантом-то и стал После этой телепередачи И колесо, наверное, рядом с телевизором Ускалил А вот интересно Когда в детстве Вот именно, понимаете В детстве Именно музыка начинает касаться Вот просто тебя Каким-то образом завораживает То, что ты видишь Какое-то исполнение Оно как Отклик какой-то в душе И ты такой Вау, это же мое Я так же хочу там Все, да Хорошо, ну давайте вот Просто у нас время бежит в студии Я думаю, что На сегодняшний день Вас так же Что-то будет касаться Знаешь, я скажу еще Одну ремарку Вот мне совершенно недавно Написали ВКонтакте Такой, значит, вопрос задали Ну это вот Музыка тяжелая Там Или это кто-то говорит Что это музыка легкая Я такую не слушаю И Может быть что-то другое Где-то есть Я, знаешь Просто написал Мне уже надоели Вот эти вот все вещи Много очень задается Есть то, что Бог сотворил Есть то, что мир Извратил И почему Если мир Извратил И сейчас этим пользуется Почему я не должен Делать то, что Бог сотворил Я делаю то, что Мне Отец дал Небесный То, что Он меня вдохновляет А не тем, что мир вдохновляет Мир Он извращает Но есть точка Откуда это все происходит Да, мы когда Когда я помню Пришел в первый раз В церковь, кстати Потому что мы тут люди Которые с определенным Церковным багажом Каким-то Кому интересно Куда-то может Просто неверующий На нас смотрят И я хочу сказать Что у меня была Такая примочка Drive И вы сказали Что она от дьявола Потому что она Drive Это извратитель Чистого звука Понимаешь, Серега? А как ты считаешь Drive извратитель звука Или нет? Да у меня тоже самое было То есть все Вот один в один А потом я уже Слава Богу Когда появились Альбомы Hillsong И Чизо Скалча И уже перестал И драйв на месте Да Драйв стал на месте А я потом читал То есть вот С точки зрения физики Популярности звуков То есть вообще И оказывается Перегруженный звук Он нравится человеческому уху То, что касается Вот этих искажений Ламповых гармоник Вот этих всех На самом деле Человеку нравится Искаженная гитара Вот этот дисторшн И если бы не нравилось Никто бы не слушал Да, конечно Поэтому мы Нет у нас никакого Отношения Так сказать К тому, что нравится Мы не будем обсуждать Это вот То, что Нравится, нравится Спимая красавица Как была такая поговорка И обычно говорят так Что Бегемоту Ему абсолютно До белого медведя Далеко Но все живут На этой прекрасной земле Поэтому Пусть на этой прекрасной земле И в этой прекрасной студии И на нашем хорошем канале Появится еще одна Добрая и прекрасная песня Которая называется Я тебя люблю Я тебя люблю Так, группа «Глаз» Упьющего с вами Ура, поехали! День закончен Путь с работы Завтра будет Вновь суббота Я спешу к тебе навстречу Чтобы в этот добрый вечер Что-то очень важное сказать Я в маршрутке Я в маршрутке на окошке Нарисую две дорожки Что соединяются в одно Есть у всей моей картины Две различных половины На которой я тебя люблю На которой я тебя люблю Я тебя люблю Ты знаешь И по небе пою Ты слышишь О тебе скучаю каждый день Я тебя люблю Ты знаешь И тебе пою Ты слышишь О тебе скучаю каждый день Взгляд прохожих Мне не важен На красавиц разных даже Я сегодня вовсе не смотрю Так как я спешу навстречу И когда тебя я встречу Расскажу Как я тебя люблю Я иду с тобою вместе Напевая эту песню Подбирая добрые слова Эта песня не напрасно Мне с тобою Очень классно Потому что я тебя люблю Я тебя люблю Ты знаешь И тебе пою Ты слышишь О тебе скучаю каждый день По тебе скучаю каждый день По тебе скучаю каждый день По тебе скучаю каждый день Я тебя люблю У нас сегодня в Гластях Замечательная группа Голосупиющего Со своим новым альбомом С хорошими песнями Добрыми И поют-то они акустику сегодня И барабаны нам некуда было ставить Поэтому приехали сегодня акустически Вот Я думаю, что Уже наша программа Так быстро-быстро Вот пролетело время Можно, кстати, заиграть Вот что-то на прощание Потому что вы сейчас будешь Ты сейчас будешь обращаться к телезрителям На нашей платформе телевидения Она смотрит в Египте В Швеции В Австралии В Германии Во многих странах мира У нас там очень огромное количество друзей Можешь помахать рукой Ребята, привет всем от нас Кто лично нас знает И кто еще не познакомился с нами Мы были все друзьями Вот Поиграйте что-то Да Вот, Леша Ребята, обратитесь Коротенько Просто, ну, так Наболевшее там Или про арбом Просто все А я с вами прощаюсь С вами был Герасим И на этом Ну, я ухожу А голос у пьющего И заканчивается программа Все, давайте Планш Хочу сказать огромное спасибо За всех тех, кто молится За то, чтобы эти песни звучали И достигали сердец людей Мы очень благодарны всем Кто пожертвовал свои финансы, деньги Или просто время какое-то Для того, чтобы вышел этот альбом И я, на самом деле, очень рад Что мы сегодня можем быть вот в студии Использовать вот эту студию Для того, чтобы петь вам, говорить Делиться сердцем Потому что все, что мы делаем Мы делаем от искреннего сердца И надеемся, что наши песни Они также коснутся сердец Тех, кто слушает Каждый новый день Вновь перед тобой Я встречаю утросвет Ты берешь меня И ведешь с собой Знаю, тебя лучше нет Если хмурый день Вдруг над головой Разгоняешь облака И твой чудный свет Наполняется А в твоей моя рука Этот небесный ветер Этот небесный ветер Он разгонит облака Открывая небо Выс Этот небесный ветер Знаю я наверняка Изменяет мою жизнь Каждый новый день Вновь перед тобой Я встречаю Я встречаю Вдруг над головой Вдруг над головой Разгоняешь облака И твой чудный свет И твой чудный свет И твой чудный свет Наполняется Этот небесный ветер Знаю я наверняка Изменяет мою жизнь Этот небесный ветер Он разгонит облака Открывая небо ввысь Этот небесный ветер Этот небесный ветер Знаю я наверняка Изменяет нашу жизнь Субтитры создавал DimaTorzok